Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, мои старенькие, мои новенькие. Всех приветствую. И надеюсь, что у меня всё в порядке с волосами. Потом мне сейчас дочка сказала, что, мам, у тебя что-то с волосами не то. Но я думаю, что на самом деле это не очень важно. Мы сегодня с вами собрались не для того, чтобы смотреть на мои волосы, и даже не столько для того, чтобы я чему-то вас научила, что-то вам рассказала такое, о чём вы не знаете. Я думаю, что здесь, в этих встречах есть более глубокий смысл. Смысл в том, чтобы пообщаться, познакомиться, обменяться энергиями и даже получить какую-то мотивацию. У меня есть немало моих подопечных, с которыми мы уже много лет состоим в отношениях, в сотрудничестве или, скажем так, уже в дружеских отношениях. И некоторые меня пишут так. Бая, знаю про вас уже всё. Уже 7 лет за вами слежу. Уже знаю всю вашу систему, всё изучит. Все правила мне знакомы. Но каждый раз прихожу на ваш эфир. Зачем? А затем, чтобы получить волшебный пендель. Вот вроде бы всё знаю, но часто ничего не делаю. А вот послушаешь вас и думаешь, ну вот, буду делать. И таким образом мои эфиры, они ещё и многих мотивируют на то, чтобы что-то делать. Ну, скажу сразу, что 99% людей, которые обращаются ко мне за помощью, это люди, которые приходят снижать вес. Конечно, среди них есть, там, где-то 1%, которые, люди, которые либо не имеют лишнего веса, либо у них даже недостаточный вес. Но, тем не менее, это не мешает им иметь какие-то заболевания. Не говоря уже о тех людях, которые имеют лишний вес. У них, как правило, всегда есть какие-то заболевания. Одно или несколько. Но мы сегодня с вами не про заболевания. Мы всё-таки про лишний вес. Сузим рамки нашего эфира до темы лишнего веса. И вообще, тема лишний вес – это такая большая сфера, что говорить здесь можно очень много. Но я опять-таки свела наш сегодняшний разговор к формату пяти мифов основных, которые очень часто муссируются. Вот просто люди берутся за какую-то теорию одну и начинают её муссировать. И, в общем-то, принимают на веру и не включают свой разум. А я вот хотела бы сегодня, чтобы вы включили разум, чтобы мы немножко, может быть, даже подискутировали на тему этих мифов. И я сейчас буду о них говорить и высказывать к ним своё отношение как к доктору натуропатии. Хотела ещё сказать два слова, немножко таких вступительных, по поводу себя чуть-чуть. Поскольку я являюсь доктором натуропатии, и вот уже 7 лет веду такой натуропатический образ жизни, отличный от того, что было раньше, 7 лет назад и ранее. Но, тем не менее, каждый год приходят новые люди. И эти люди не могут сразу охватить вот этот вот 7-летний мой промежуток времени, в течение которого я занимаюсь своим здоровьем, здоровьем своей семьи, здоровьем всех людей, которые ко мне обращаются. И у многих обо мне складывается какое-то не совсем правильное представление. Некоторые думают, что я сыроед. Нет, я не сыроед. Одни думают, что я фрукторианец. Нет, я не фрукторианец. Кто-то думает, что я веган, вегетарианец. Нет, я не веган. Ну вот сегодня, да, там в сториз был вопрос, что типа, а как же вы варите борщ, да, а как же, ведь нельзя же есть варёную капусту, вы же сами это говорили. Ну, мы пообщались в личных сообщениях, мы друг друга поняли, да, что кто-то кого-то однажды не понял. Но на самом деле я никогда не говорю людям, что им что-то нельзя есть. Я вообще против категорических запретов и против этого слова «нельзя». Так нельзя, так нельзя. Нельзя себе что-то запрещать и ставить в рамки табу, что там нельзя есть это. Или там, ну да, нельзя что-то употреблять в пищу. Такого просто не может быть. На самом деле всё, что претендует называться пищей, неважно в каком качестве, да, но всё, что претендует называться пищей, оно имеет полное право на существование в вашем рационе. Но с одной только пометочкой, насколько ваш организм может переварить это и усвоить безболезненно и без последствий. Вот о чём речь. То есть насколько ваш обмен веществ, насколько функционирование вашей пищеварительной системы позволяет вам принять эту пищу. Вот в этом суть. И, собственно, и в этом заключается проблема лишнего веса. Если ваш организм не справляется с качественным, стопроцентным расщеплением, усвоением пищи и выведением отходов, это однозначно нарушение обмена веществ и это однозначно будет лишний вес. Если же ваш организм прекрасно с этими задачами справляется, значит лишнего веса, скорее всего, не будет. Так вот, задача-то в чём? Когда человек ставит себе целью нормализовать свой вес, привести себя в хорошую физическую форму, чтобы ему было легко, чтобы ему было приятно смотреть на себя и чтобы, в конце концов, он был просто здоров физически, вот с этой целью люди начинают выискивать самые разные для себя какие-то методы, методики, практики, диеты и так далее. И в конце концов получается так, что человек просто запутывается во всём этом. И тогда он просто рвёт на себе волосы и очень многие такие люди приходят ко мне в отчаянии, буквально в отчаянии. Бай, ну что делать? Я просто уже не могу, я запутался. И вот мы по ходу нашего общения с людьми начинаем развеивать вот эти вот мифы, в плену которых пребывают люди. И вот сегодня пять мифов, я хочу их озвучить. Итак, миф первый. Он звучит так, что если всё время следить за количеством калорий, то есть постоянно, каждый день подсчитывать калории и соблюдать определённую цифру, да, или число, да, за пределы которого не выходить, то вес будет стабильно снижаться, либо он будет стабильно там на одном месте не будет повышаться, но по факту этого не происходит. То есть это может происходить как какой-то небольшой период, да, это может быть так, но однажды настаёт момент, когда это больше не работает. Поэтому миф о подсчёте калорий, вот это утверждение о том, что быть на каком-то уровне калорий, это вот будет всё ок, это не работает. Почему? Да потому что, включая разум, мы можем однозначно утверждать, что система калорий – это то, что придумано человеком. Это не придумано природой, это не придумано творцом, создателем, да, если хотите. Это придумано человеком. Я не буду углубляться в эту историю, да, кто это придумал, зачем это придумал, но вы это можете, это можно найти, да, и в интернете, кто это придумал. Но главный вопрос – зачем? Я считаю, что это один из инструментов манипулирования человечеством. Вот как хотите, так и понимайте. люди – это часть природы, и в природе явно не было задумано такого, чтобы люди питались с подсчётом каких-то там мифических калорий. Вот поэтому это и не работает, потому что это придумано, потому что это искусственно, потому что это неестественно, это немножечко работает, а потом перестаёт работать, и человек разочаровывается. Второй миф, он тоже связан в некоторой степени с калориями, и он звучит так, что если много двигаться, да, заниматься активно спортом или какой-либо там физической нагрузкой, сжигать калории, то можно есть что угодно, и вес при этом расти не будет. Тоже я не согласна с этим, но опять-таки, потому что это опять система калорий, которую мы сжигаем. Но на самом деле, когда мы говорим о том, что надо двигаться, надо быть активным, надо приглашать в свою жизнь спорт или физкультуру, хотя бы на самом базовом уровне, мы это делаем ради того, чтобы запустить хороший кровоток в своём организме и напитывать кровью каждую клеточку нашего тела, каждый кусочек, да, каждый орган, систему, ткани. Всё это должно хорошо кровоснабжаться. Если это не кровоснабжается в достаточной мере, это вызывает клеточный голод, это провоцирует воспалительные процессы в теле. И если это клеточный голод и воспалительные процессы, то следствием всё равно будет нарушение обмена веществ, а это опять недостаточное, неполноценное расщепление принимаемой пищи, и это опять накопление лишнего веса. То есть мы запускаем кровоток, и ещё, что очень важно, когда кровь активно движется, когда клетки полноценно напитываются, благодаря хорошему кровотоку, у нас хорошо развивается мышечная ткань, и мышечная ткань, ну, просто вытесняет жировую, она не даёт накапливаться жировой. Кроме кровотока, активным движением, мы ещё работаем с лимфой, с лимфотоком. Лимфа – это вывод, это канализация, это сток, и если мы хорошо себя физически развиваем, то мы очень здорово воздействуем на систему вывода, и мы не позволяем нашему организму задерживать внутри себя вот те самые отходы, из-за которых может накапливаться лишний вес. Вот что такое движение. Но это не сжигание калорий. Однако, если мы будем всё-таки двигаться, и быть в спорте, и быть в активности, но при этом мы будем есть всё, что угодно, вот так, как обычно заявляют, и без разбора, то это опять будет какой-то период времени, это будет работать. То есть организм будет справляться благодаря кровотоку, благодаря лимфотоку, благодаря поддержке вот этого метаболизма, организм будет справляться. Но годы-то идут, время-то идёт, и однажды всё равно настанет момент, когда у организма просто станет меньше ресурсов для того, чтобы с этим справляться, и будет нарушение обмена веществ. Так или иначе, если есть всё подряд, и если не заботится о том, чтобы отходы выводились, то всё равно наступит нарушение обмена веществ, и опять лишний вес. Это был второй миф, и третий миф связан с кето-диетой. Это очень популярно, поэтому я прямо вот в обязательном порядке решила про это мне сказать. Значит, как он звучит? Что если полностью убрать углеводы из питания, ну то есть перейти на кето-питание, на кето-диету, то благодаря вот такому питанию жир будет сгорать, он не будет откладываться в теле. И мы будем поддерживать себя в хорошей форме. Вес не будет расти, будет стройность, и всё будет хорошо. Да, всё отлично здесь. Мне нравится эта система в общем и целом как революционный подход по сравнению с традиционным. Я сейчас говорю в сравнении, потому что есть традиционное питание, когда всяко-разно, когда всё подряд, когда сложно, когда много, когда сочетания неразумные. А есть система кето, когда нет сахара, нет муки, нет круп, практически нет крахмалистой еды, вернее, она есть, но её очень мало. А основную часть питания занимают жиры, животный белок, овощи, клетчатка, но кето-диета отвергает фрукты. Ну, там небольшое количество впускается в день, но оно настолько маленькое, что часто бывает так, что люди приходят ко мне, люди с кето-диетой приходят ко мне и утверждают, что они устали от кето-питания, они устали воздерживаться от фруктов, что тело просит углеводов, что они больше не могут в этом находиться. И у них начинается срыв, и ладно бы этот срыв происходил, опять же, на те же фрукты, да, ещё, может быть, это было как-то более безобидно, но очень часто срыв происходит на, вот как раз на то, что в кето строго-настрого запрещено, то есть мучное, с сахаром, вкусняшки, десерты, в общем, крахмалы и сахара по полной программе. И, конечно, последствия вот этого, они очень нехорошие. То есть была усталость от кето, а потом происходит усталость от вот такого закрахмаливания, от большой нагрузки на поджелудочную релизу. И правда, люди приходят измученные. После вот таких вот качелей, после этих вот перепадов это нехорошо, это просто, ну, больно смотреть на таких людей. Поэтому кето, конечно, хорошо, но опять же, это вот воздержание искусственное, да, то есть искусственно нужно воздерживаться от вкусных фруктов, да, хотя бы там в небольшом количестве, там от тарелки черешни, от тарелки клубники, воздерживаться там от винограда, когда он в сезон. Но это, понимаете, это неестественно, это ненормально. Человек, как часть природы, ну, он просто подписан на то, чтобы питаться тем, что есть в природе. И хотя мы понимаем, да, что мы сейчас живем вообще в другое время, мы не живем, как первобытные люди, там, в диком царстве природы, да, у нас совершенно другие условия, мы живем вообще в иную цивилизацию. Но тем не менее, мы не перестали же быть частью природы. Все равно, хотя бы в какой-то степени, но мы должны быть близки к природе и отказываться сознательно от плодов, которые дарит природа, от вкусных, сладких, сочных, ароматных плодов, это неестественно. Вот я бы, например, несмотря на то, что я очень уважаю кето-подход, я бы не смогла быть на строгом кето, то есть без фруктов и вот без таких сочных вещей, которые предлагает нам природа. И не случайно к слову кето очень часто прибавляют слово диета, да, кето-диета. Ну, слово диета, оно всегда подразумевает какое-то, все-таки какое-то ограничение. Я человек свободолюбивый, и я думаю, что это нормально для каждого человека любить свободу, любить свободу выбора. И когда тебя ограничивают в этом выборе, тебя искусственно загоняют в какие-то рамки, где ты должен как-то вот себя там держать, это не заканчивается ничем хорошим. И отсюда вытекает четвертый миф, который говорит о том, что если собрать всю волю в кулак, не будет откатов, не будет зажоров, то есть стройность обеспечивается, силой воли и пищевым воздержанием. Это постоянный такой слоган, который произносят мои подписчики, которые вдохновились моим путем жизненным, на котором мне удалось скинуть много лишнего веса и преодолеть все свои болячки. Вот они такие вдохновленные, они идут за мной и говорят, да, бабочка, вот у вас-то есть сила воли. Вы прямо вот так вот все преодолели, потому что у вас вот такой характер, вы сильные, у вас сила воли. я каждый раз сопротивляюсь таким утверждениям и я говорю, ребята, нет, это не сила воли, это сила знаний, это сила убеждений. Ну, вот сами подумайте, основная моя аудитория это женщины, мы с вами женщины, мы девочки, мы такие, ну, мы женщины, да, мы мягкие, мы такие нежные, мы, ну, как женщины и сила воли, вот как-то у меня это не очень вяжется, сила воли больше ассоциируется с мужчиной, с бойцом, с солдатом, с каким-то таким мужественным героем, да, который проявляет силу воли там где-то в боях, в сражениях, на каких-то трудовых своих подвигах, где-то еще, но мы женщины как-то, мне кажется, мы больше подходим под то, чтобы жить в удовольствии, жить в наслаждении, в позитивных эмоциях, в радости, в любви, в улыбках, ну, сила воли как-то, ну, не очень, ну, не нравится мне такой подход, и я считаю, что это неправильно, то есть, когда ты хочешь стать совершенным, ну, относительно совершенным, да, относительно себя прежним, то есть, с хорошей физической формой, с хорошим здоровьем, ты же понимаешь, что тебе идти этим путем придется, ну, определенное время и довольно протяженный отрезок времени, возможно, даже все оставшиеся жизни тебе придется идти, так вот, если эти, вот эти много лет, да, которые тебе идти путем здоровья, путем оздоровления, путем приведения себя в хорошей физической форме, если ты все эти годы будешь жить на силе воли, вот скажите, что останется от нас, женщин, если мы будем всю оставшуюся жизнь жить на силе воли? Мне кажется, женщин вообще не останется, это будут какие-то просто солдаты, деревянные солдаты Урфина Джуса, был такой мультик и сказка, нет, сила воли не работает, не работает, нельзя жить на преодолении, нельзя быть, ну, загнанным зверем в этой жизни, да, все-таки это должно быть как образ жизни, как система, и она должна быть в удовольствии, вот в этом мое глубокое убеждение. Ну, и еще один миф, это про голодание, это тоже моя тема, очень многие приходят ко мне с таким, ну, тоже с запросом, вот, чтобы побыстрее сбросить вес, значит, нужно почаще голодать и подольше голодать, и тогда все будет вообще отлично, и все, вес быстро уйдет, и больше никогда не вернется. Вот это вот это самое, наверное, большое заблуждение, это большая ошибка, и она часто приводит к нехорошим последствиям. Поскольку многие меня знают как практика условного голодания, хотя сразу оговорюсь, что практика условного голодания была у меня только в первые, наверное, два, два с половиной, три года, два-три года с того момента, как я начала, собственно, менять свою судьбу с 2016 года. Сегодня в моей жизни нет практики условного голодания, потому что для этого просто нет необходимости. Я живу сейчас больше в удовольствии, нежели в каких-то практиках. Но тем не менее, меня многие знают, именно вот мое имя связано с практикой условного голодания, и когда люди узнают об этой системе, о том, что ее создателем является Марва Роганян, и когда они ищут эту информацию в интернете, они неизменно натыкаются на мое имя в Ютубе, потому что я, собственно, и начала свой вот этот путь натуропатию именно с практики условного голодания. И это был мой видеодневник на Ютубе, такой большой, с протяженностью там, наверное, больше года это все шло, где я вела свои отчеты, показывала, как я это все делаю, рассказывала, и вот до сих пор люди приходят вот на те старые видео семилетней давности и говорят, ой, как вы мне помогли, вот, ну да, потому что это такая практика, к которой все время будут приходить, приходить и приходить новые люди, потому что она действительно показывает чудесный результат. Ну, я сама, вот, да, я убедилась в этом на своем жизненном примере, потому что буквально там за первые полгода я просто кардинально изменила свою жизнь, то есть ушли все заболевания, которые меня преследовали, вес очень быстро пришел в норму и с тех пор вот уже семь лет ничто не возвращается в мою жизнь, ни вес не возвращается, 20, изначально 26 килограмм я скинула, потом он немножечко прибавился, потому что я, наверное, перебрала даже, да, я слишком исхудала, и вот сейчас стабильно 57 килограмм при росте 170 и главное, что болячки не вернулись, мои болезни не вернулись, вот это, наверное, самое главное достижение. Итак, мы пришли с вами к чему? К тому, что когда вы хотите действительно серьезно заняться своим телом, да, своей физической формой и скинуть вес, чтобы он больше не возвращался, вы не добьетесь этого, если будете жить по этим мифам, по этим калориям, по этим неправильным представлениям, добиться хороших результатов, но вот так, как это произошло у меня, устойчивых, стабильных, радующих, таких спокойных результатов, можно только благодаря системе. И на сегодняшний день я могу сказать, что я очень хорошо поняла эту систему. Я не то, что ее поняла, я ее изучила от и до. И это изучение заняло меня тоже не один год. Я училась самостоятельно, я училась в институте, я закончила институт натуропатии, получила диплом доктора натуропатии. Я и до сегодняшнего дня продолжаю, продолжаю, продолжаю учиться. Это процесс бесконечный изучение вот этого натуропатического подхода. Что такое натуропатический подход? Это системный подход, комплексный подход оздоровления человека с помощью естественных методов природных. И коррекция питания, и очищение организма, и траволечение, и глинотерапия, и фитотерапия, и эфирная терапия, и еще закаливание, и дыхательные практики, и энергетические практики, и много-много всего. То есть целый комплекс мер, которые не имеют никакого отношения к медикаментозной терапии, но они при этом делают человеком просто чудеса. так вот, все-таки, все-таки я настаиваю на том, что качественное снижение веса и приведение себя стабильно в хорошую физическую форму, это жить в системе, и в таком формате, чтобы это вам нравилось. Это вот ровно то, чем занимаюсь я. то есть я учу людей жить в этой системе. Я объясняю, как ее изучить, как ее понять, и как ее применить к своей жизни. Вот эту самую систему. И сейчас я хочу вам рассказать о тех вариантах, которые я предлагаю вам, как внедрить эту систему в свою жизнь. варианты как бесплатные, так и платные, начиная от копеечных вообще, заканчивая дорогущими VIP-вариантами. Хочу просто пробежаться очень коротко по этим вариантам, чтобы вы выбрали для себя какой-то подходящий. Начну с бесплатного варианта. Я считаю, что это просто потрясающе то, какое я оставила багаж после себя на Ютубе. На сегодняшний день это 84 тысячи подписчиков. И это люди, которые не отписываются. То есть я вижу, что подписчики растут, 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 растут. А начиналось все буквально с 5 подписчиков на моем канале. И это был очень примитивный канал. И если сейчас пойти на мой Ютуб и посмотрите самое начало прокрутить, то вы там увидите женщину очень похожую на меня. Не пугайтесь, это я и есть. То есть я совсем в другом виде, совсем в другом обличии. Вообще не тот человек, который сейчас перед вами. И когда вы это увидите, у вас будет сразу в голове до и после, в глазах до и после. И вы поймете, в чем прелесть моего канала в Ютубе, что это совершенно бесплатная система, в которой я объясняю, как я к этому пришла. Вот с 2016 года и по сегодняшний день. Это огромная куча этих видео, плейлистов. Ну, чтобы дать вам наводочку такую, чтобы вы не напрасно тратили время, потому что плейлистов очень много, в них можно заблудиться. Вот я советую прям сразу идти в плейлист, который называется «Мой здоровый образ жизни». Вот заходите на мой канал. Кстати, вот после того, как я закончу свой эфир, я везде, вот и в Инстаграм, и в Телеграм, я дам прям такие шпаргалочки с описанием этих вариантов, да, и со ссылочками, куда зайти, где подписаться, где чему можно посмотреть, поизучать. И на Ютуб в том числе я тоже дам ссылочку. Вот, заходите в раздел плейлисты, плейлист «Мой здоровый образ жизни». В самое начало, 16-й год идете и изучаете вот все то, что делала я. Конечно, это замечательный, бесплатный вариант изучения системы, внедрения ее в свою жизнь, но он, конечно, долгий, потому что он у меня занял несколько лет, а вот сколько он у вас времени не займет, я не знаю. Но он хороший, он подробный. Так, еще один вариант, теперь я перехожу к платным вариантам и начну я с самого варианта такого, он не самый дешевый, но он топовый, я бы так назвала. Он самый популярный на сегодняшний день и самый востребованный и самый, наверное, результативный. Вот, что главное, результативный. Я говорю сейчас о марафоне, о моем бессрочном марафоне, который называется «К здоровью и стройности», и в котором у меня люди находятся в, как сказать, в безлимитном обучении, в безлимитном процессе обучения и внедрения этой системы в свою жизнь. То есть это проект, в котором есть начало, но у которого нет конца. Это закрытое сообщество, в котором мы изучаем естественное питание, изучаем азы очищения организма, как избавляться от шлаков и токсинов, как избавляться от жировых отложений, как налаживать свое питание, чтобы закреплять результаты вот этих вот очистительных практик, как использовать эфирные масла, чтобы было комфортно, чтобы было с эффектом, чтобы было безболезненно. Все это мы изучаем и практикуем в этом марафоне, который является бесконечным. Вот я его так и называю бесконечный марафон. Вход в этот марафон происходит через регистрацию ДОТЭРа на один из стартовых наборов эфирных масел. Почему эфирные масла? Потому что когда был 2016 год, я делала, вот я входила в эту систему, в систему условного голодания, в систему естественного питания, можно сказать, с голыми руками. У меня не было ничего, кроме моих знаний, которые я добывала самостоятельно. и у меня были некоторые не очень приятные и не очень комфортные состояния, которые и были связаны именно с тем, что я не знала, как бороться с интоксикацией, как бороться с некоторыми болевыми состояниями, которые происходят на фоне тех или иных хронических заболеваний. Я не знала и у меня не было никаких инструментов. Зато теперь, когда я знаю, что есть инструмент шикарный, такой, как эфирные масла, натуральные эфирные масла, которые являются концентратом растений, то это позволило сделать пребывание моих подопечных в этом проекте безболезненным и очень комфортным. Поэтому вход идет через эфирные масла. Еще один вариант изучения моей системы это записи двух вебинаров. Пару лет, нет, наверное, не пару, больше, года три, наверное, назад я провела два больших вебинара, каждый из которых длился по четыре часа, даже, по-моему, один больше четырех часов, просто вот до посаженных голосовых связок я объясняла людям вот эту систему, систему естественного питания, того питания, которое и дает устойчивый результат после снижения веса, и которое не является диетой, и переходя на который, человек понимает, что ему это нравится, ему это вкусно, ему это хорошо, комфортно, и он с этого не хочет уходить. Вот это вот и есть естественное питание. Я прочитала большой вебинар, провела, я его записала, и он у меня находится в продаже, то есть он очень дешево стоит, там буквально тысячи рублей, но он очень большой, очень полноценный, насыщенный, и такой прям дающий полное представление вот о том, что же такое естественное питание. И второй вебинар, который такой же наполненный, насыщенный, и такой же полноценный, для понимания системы, это вебинар по очищению организма, то есть вот по тому самому условному укладанию, о котором, может быть, многие слышали, но еще пока не практиковали, но может быть, хотели бы. Это вот второй вебинар, он тоже большой, и он тоже стоит совершенно символическую сумму. Вот если взять две эти записи, получить доступ к ним бессрочный, то есть если вы их покупаете, то доступ к ним на деткурсы у меня в бессрочном вечном кабинете. Если их изучить, потратить, получается, 8 часов своего времени, то в принципе в голове все расставляется по своим местам. Еще один вариант изучения и применения моей системы, это просто взять и изучить четыре моей книги. К сожалению, бумажный вариант сейчас пока его нет, он у меня давно закончился, но вот пока все еще никак не напечатаю. Есть электронные книги, четыре книги, ну первая и самая главная книга это, пожалуй, книга о естественном питании, называется она «Шашлык на десерт». Вторая книга такая базовая, за которой многие за ней бегают, это книга «Мой дневник условного голодания». Третья книга это опять же мой дневник о выходе из условного голодания, о правильном выходе, безошибочном. И четвертая книга это «Сто рецептов», сто простых и вкусных рецептов, которые мне помогли перейти на естественное питание. Это вот четыре книги, которые в общем и целом дают понятие об этой системе. Так, еще есть пара вариантов, но они уже более дорогие. Вот то, что сейчас я перечисляла, это такие очень-очень приемлемые варианты по финансам. Есть еще вариант «Кураторство». Это индивидуальная работа, она связана тоже с вхождением в эту работу через эфирные масла. И это для тех, кто у кого может быть тяжелые какие-то заболевания, тяжелые состояния и кто не может работать в группе. Ну, вот если марафон у нас дат, то это групповое полностью мероприятие, это работа в чатах, то кураторство это сугубо индивидуальная работа, когда ведется работа только вот тет-а-тет и больше никто об этом не знает. То есть такая личная история. И есть еще один вариант работы, тоже индивидуальная работа, с моим личным сопровождением вот в этой системе, в системе очищения через условное голодание, в коррекции питания, но это не связано с эфирными маслами. То есть есть люди, которые категорически против применения эфирных масел по разным причинам. это тоже дорогой вариант и он тоже подразумевает сопровождение течения нескольких месяцев. И вот сейчас я перехожу к очень приятной части нашего эфира. Я хочу рассказать о подарках. Поскольку вы знаете, что мне на днях стукнуло 60 лет, для меня это такая юбилейная дата, знаковая, и у меня много связано с этой датой. Я хотела бы отметить этот мой юбилей подарками для всех. Так сказать, подарки в студию. Хочу вам рассказать, какие подарки я приготовила для тех, кто захочет воспользоваться моей системой и выберет ее в любом варианте. Ну, кроме бесплатного. Бесплатно это и так уже подарок. То есть какой бы вариант вхождения в мою систему и вы не выбрали, вы в любом случае получите подарок. Но с одной только оговоркой, что в первом варианте, когда вы будете подавать заявку на участие в марафон здоровья и стройности, здесь подарки предусмотрены только для первых 10 человек. То есть это те, кто первыми успеют зарегистрироваться, я так думаю, что это будет прямо сегодня по окончании нашего вебинара. Потому что эти подарки дорогие, их на всех не хватит. Первые 7 человек, которые успеют зарегистрироваться на марафон, получат подарок от меня вот такой флакон эфирного масла мяты перечной в роллере. Это мой флакон, да, он пользованный, но у меня есть 7 новых флаконов. Что такое мята перечная? Это, во-первых, снятие головной боли, это снятие спазмов. Почему я решила, что будет в подарок именно мята перечная? Потому что когда мы начинаем заниматься изменением питания и очищением организма, даже на базовом уровне, у человека нередко бывают состояния немножко похожие на ломку. Когда мы отказываемся от сахара, отказываемся от муки, бывает немножко ломает. И вот это очень хорошо снимается мятой это раз. А во-вторых, когда мы уменьшаем количество еды, то в первое время чувство голода конечно бывает более ярко выражено, чем в обычной жизни происходит. И вот вдыхание паров эфирного масла мятой перечной позволяет легче справляться с приступами голода. Значит первые семь человек получат в подарок при регистрации на марафон вот такой флакон. Еще три человека, которые успеют зайти сегодня в марафон получат в подарок по такому флакончику эфирного масла Холидей. Это праздничная смесь эфирных масел дотера. Это я бы сказала так это парфюм можно наносить на запястье мятая запахла. Можно использовать для ароматизации помещений это для тех кто любит смолистые древесные ароматы кедра пихты смешанные с такими бодрящими нотками дикого апельсина с праздничной ноткой корицы вот это все нашло свое воплощение в эфирной смеси Холидей. Итак это вот подарки самые настоящие которые можно просто взять и использовать для первого варианта участия в моей системе. следующий подарок который идет к тем кто купит записи двух вебинаров причем подарок относится только к покупке двух записей одновременно то есть нужно купить обе записи вебинар по питанию вебинар по очищению в подарок вы получаете запись марафона против сахарной зависимости это полноценный курс большой это был у меня такой марафон и у меня сохранились полностью все записи всех вебинаров вся теоретическая часть практическая часть все это сохранено в виде обучающего курса волком бой так называется мой марафон и изучив этот курс можно понять как легко и просто оказывается можно отказаться от того за что так очень многие судорожно держатся то есть за вкусняшки в виде мучного и сладкого оказывается преодолеть эту зависимость очень легко главное знать как вот этот курс это есть пошаговое руководство как это все преодолевается следующий подарок для варианта когда вы выбираете электронные книги 4 мои электронные книги в подарок я вам присылаю еще одну книгу ну она не книга она такая книжка можно сказать гайд которая называется 10 ошибок которые делают ваш зеленый коктейль невкусным я думаю многие знают что здоровый образ жизни часто ассоциируется с зеленым коктейлем ну или смузи так по разному называют это действительно имеет очень такую здоровую тенденцию употребление таких коктейлей потому что их можно делать вкусными и таким образом человек восполняет дефицит клетчатки в своем организме и зелени вот то есть зелени много не съешь потому что мы не коровы да и не кролики но она бывает очень часто нужна и вот восполнять ее дефицит мы можем с помощью зеленых коктейлей но вот беда что когда человек впервые начинает делать такие коктейли очень часто у него получается такая фигня что ее не то что пить на нее смотреть невозможно настолько она противно выглядит и пахнет и вот в этой книжке 10 ошибок я разобрала что же это за ошибки которые делают ваш коктейль невкусным и как их исправить что можно сделать чтобы это действительно было вкусно и полезно так подарок при выборе кураторства это плюс бесплатный месяц обслуживания поскольку кураторство и индивидуальное сопровождение подразумевают несколько месяцев работ то я дарю плюс бесплатный месяц обслуживания и это точно такой же подарок идет при выборе пятого варианта то есть сопровождение по моей программе но без эфирных масел это тоже плюс месяц бесплатного обслуживания вот рассказала вам про подарки и теперь в завершение сегодняшнего разговора хочу обратить ваше внимание вот на что когда люди знакомятся с моей системой первое что первая эмоция которую они испытывают это удивление это удивление потому что их у них возникает сразу вот такая вот реакция это что это что правда вот так вот можно и что вот я могу вот так снижать вес но это же здорово это же вкусно это же легко и вот так на приятных эмоциях на положительных эмоциях люди начинают внедрять эту систему в жизнь и удивляются что так много лет было потрачено на диеты на силу воли на физнагрузки до изнеможения на срывы на зажоры на откаты на не знаю там на выдирание волос от отчаяния а оказывается все можно было сделать намного более спокойно легко комфортно и приятно и результат при этом приходит более быстрый более устойчивый это подтверждает практика у меня уже сколько с 2017 года эта практика идет это уже не знаю я не считала сколько людей прошло и проходит через мою систему но это сотни 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 людей которые это утверждают но сразу предупреждение что несмотря на всю комфортность этой системы даже при наличии условного голодания то есть многие боятся слова вот этого словосочетания условного голодания но на самом деле они не понимают что оно тоже не сразу вводится в практику оно к нему люди приходят постепенно готовясь начиная там с тренировок легких буквально с нескольких часов этого условного голодания вот то есть даже несмотря на то что вот такие есть эффективные мероприятия и комфортное питание и совершенно несложное условное голодание но несмотря на это достигать хороших результатов и закреплять человек сможет только при том условии если он будет сам этого очень сильно хотеть то есть если он действительно будет что-то делать если он будет изучать систему применять систему если он будет действовать если человек просто сидит и ждет пока ему кто-то вложит в мозг вот эти волшебные слова от которых у него начнет таять жир на талии то это не сработает в любом случае это работа над собой но она приятная она интересная и она приносит свои замечательные положительные результаты ну я не знаю были ли вопросы